коллеги добрый день еще один новый город я в иркутске retail экспедиция добралась уже до этого города и сегодня мы стартовое видео делаем на фоне торговой сети слата точнее и офисы и сегодня мы уже пойдем смотреть их магазинам вы знаете стало довольно четко понятно при въезде в город что здесь ну такая ключевая региональная сеть это явно салатов и остальные незаметны но мы постараемся еще найти и понять с кем же здесь слать и приходится конкурировать понятно с федеральными игроками которых я уже увидела это лента окей по-моему еще здесь есть метро не просто работает может быть но мне кажется что здесь не зря мало федеральных игроков ровно потому что это уже очень далеко и вчера я успела переговорить чуть-чуть с местными жителями которые уже вот это первый раз эти услышала во время своей поездки начали говорит нас запада сетей нет мы ходим в местную и это интересно потому что это действительно уже по-другому но мы в очередном городе дамы у нас осталось буквально пара городов вот в этот заезд и дальше у нас дальний восток останется уже на осень вот и призываю вас не пропускать наши видео короткие и длинные которые уже начинают выходить на канале а вот и напоминаю что вся retail экспедиция делается при поддержке наших коллег а именно фирмы 1с выставки world food часть кейсов с этих поездок уже там выйду в виде выступлений и сервиса м.д.аудит и сегодня мы будем смотреть торговую сеть хлеб соль рядом со мной татьяна петраченко операционный директор формата именно ей сегодня буду задавать вопросы и напоминаю retail экспедиция активно ездит по магазинам от урала до дальнего востока и вот сейчас мы в иркутске как раз имеем возможность посмотреть дискаунтер который развивается только здесь татьяна здравствуйте здравствуйте наталья я рада что мы с вами познакомились и начинаем и вот вы сейчас покажете мне то чем вы управляете напомните пожалуйста как давно появилась сеть и сколько сейчас магазинов сети а на сегодняшний день нашей сети открыто уже 282 магазина и мы представлены на территории иркутской области забайкальского края и бурятии самая большая гигра какой самый дальний удаленный объект самые дальние объекты это читаза байкальский край отсюда от нашего домашнего региона это 1000 километров но если в обратную сторону то это уськут где тоже порядка тысячи километров то есть получается тысячи туда тысячи хорошие логистическое плечо вот ну татьяна я думаю что будет правильно не задерживаясь здесь уже проходите в магазин но хочу сразу обратить внимание что мы находимся буквально рядом с вашей же сеть вашем же магазин это прямая что если что вам совсем недолго идти какие-то вопросы решать с коллегами и проверять какие-то гипотезы здесь все так это наш экспериментальный магазин здесь мы тестируем свои нововведения какие-то там интересные кейсы задумки и смотрим как это воспринимают наши покупатели и раскатывать или нет да ну что ж пойдемте мы вошли в магазин надо понимать что входная группа которую мы видели это яркий желтый четко понятно что мы заходим такое ярко-солнечно-желтый магазин скажите пожалуйста если мы говорим про оформление мы сейчас более-менее классическое оформление увидим магазин то есть всегда желтые стены всегда желтые стены всегда минимальная коммуникация навигация всегда надо понимает на входе сезонный ассортимент то что касается сейчас у нас близи с осени заготовки и отмечу для старта сразу хлебная полка это вашего как производится откуда доводится я вижу что свежая выпечка выпечка и хлеб это наша паприка кухни наш ассортимент и собственного производства ну и здесь внутри магазина мы допекаем эти изделия то здесь есть еще место место для допилка и понятно что здесь совмещено еще и с поставщиками вообще как ваши покупатели что больше любят там вашего производства как вы это отмечаете нашего производства достаточно хорошо продукция продается на текущий момент мы проводим также дополнительные промо вот сегодня как раз такой день и понедельник у нас скидки на нашу продукцию собственного производства и достаточно постребовано на покупатели но при этом я могу отметить что здесь немножко уже скажем такой ассортимент вот разные выпечки все у вас очень активно отдана полка местную поставщикам отдельным я предполагаю что это просто особенность покупателей местного региона по сравнению с объясню обозначить что этот момент на ширину полки собственного производства очень сильно заметен красноярске и в омске я прямо отдельно отмечу что вот там действительно очень много почему-то не фабричного производства покупателя зависит идемте дальше еще одна полка даже немножко зоши добавили так обычный дискаунтер при этом обращу внимание что да мы уже на выходе посмотрим здесь такое не классическое для дискаунтера торгового оборудования на выходе потому что здесь даже лента двигается то есть от этого сервиса вы не стали отказываться для ваших покупателей до этого сервиса мы не стали отказываться у нас были попытки мы пробовали другие типы оборудования но покупатель все-таки проголосовал за такой тип оборудования и мы пошли навстречу и оставили знаете это тоже отдельный момент потому что привыкли мы действительно понимаем что дискаунтера вот эта история где экономим на всем но видимо нельзя экономить на всем если покупатель не воспринимает такую экономию ну что ж подъемте дальше при этом я понимаю что классический крупный формат как вот это покупал все хорошо покупают у нас нет в ассортименте позиции которые бы залеживались в этом же смысл нужно быть достаточно хорошая оборачиваемость поэтому все что мы будем в ассортимент мы достаточно активно продаем либо этого просто нет в нашем ассортименте а сколько здесь искаю вот в среднем таких магазинах здесь сколько квадратов этом газе не этот магазин 280 квадратно достаточно большой сколько искаю искаю базовый ассортимент у нас тысяча 300 ну и плюс вот то что мы видели сезонные ассортименты но тут это еще порядка двухсот искаю полторы тысячи сейчас мы уже находимся в вашем проф мы немножко уже поговорили о том что здесь уже особенность в том что из-за логистики сложнее работаете с условно местными российскими производителями товаров вот именно проф как можете прокомментировать что обязательно вы скажем так имеете на полке фруктов овощей а в чем ну скажем из-за логистики или за каких-то еще это моментов вы стараетесь сюда не ставить ну чтобы не размывать ассортимент но на самом деле весь базовый ассортимент по овощам и по фруктам у нас представлен всегда здесь вопрос только производители российские это производитель либо импорт вот сейчас мы например активно развиваем в контрактную и соответственно имеем возможность чуть расширить ассортимент надо сказать что эта категория является для нас таким неким бастионом и приоритетом нашей работы покупатели тоже достаточно высоко ценят и доля этой категории в нашей сети она существенно выше чем даже там если брать супермаркеты но то есть это прям наш бастион и мы стараемся здесь всегда иметь полное наполнение весь ассортимент который является базовым но понятно что мы там какие-нибудь вещи типа краснокочанная капуста с большой осторожностью будем но вот все что касается базового ассортимента и предложения но у нас есть всегда татьяна еще один момент вот все-таки про ассортимент здесь почему вы столько времени и столько усилий уделяете именно этой категории ваших магазин данная категория является для нас приоритетная но и кроме того это наше конкурентное преимущество исходя из того как мы видели вообще формат при его становлении эта категория изначально для нас являлась неким бастионом ну и я считаю что это достаточно правильное решение наше потому что это для нас трафикообразующая категория и если например сравнивать с дискаунтерами кто сейчас зашел на рынок федеральной сети то у них как раз эта категория слабо представлена и мы здесь достаточно имеем серьезное конкурентное преимущество знаете ничего не придумано вот прям и вас подошел покупатель взял банан пошел дальше это идеально подчеркивает ровно то что я обращаю внимание коллег на то что здесь есть грипп фруты вроде как не очень привычная для дискаунтера то более широкий же ассортимент да посмотрите какой выбор винограда то есть это вот прям видно что сезонный товар который сложно продавать в магазинах но его здесь много чем интересная цена вы посмотрите виноград черный сейчас за 140 рублей откуда он поступает узбекистан посмотрите давайте вот называется идеально попробую такую выкладку еще на рынке получить с точки зрения там красоты каждый день обновления предполагаю дать конечно конечно вот эта витрина то что мы сейчас видим это литрина будет продана уже буквально к обеду по праву рук от меня сейчас находится обычный вроде как холодильник а вообще как по практике у вас есть просто дискаунтеры которые работают с холодной комнатой вы работаете с горками мы работаем только с горками у нас в принципе ни в одном магазине нет холодных комнат но считаю что это в том числе создает для категории овощи и фрукты дополнительный холод и мы так сохраняем в том числе наш продукт свежий достаточно много за чего представлена но при этом вот в каждой категории вам приходится ведь принимать решение насколько там узкое или широкое все базовые потребности покупателей мы закрываем в основном у нас один-два ответа на каждую потребность покупателя но есть категория где ассортимент представлен чуть шире и одна из таких категорий это как раз молочная категория которая является также востребованная наших покупателей так как мы все-таки некотором смысле магазин у дома то конечно наши покупатели приходят на в первую очередь за молоком за хлебом но и за фруктами как раньше рассказали поэтому здесь чуть шире представленность а в основном ассортименте это 12 а если мы говорим про магазины которые вот сейчас мы в иркутске а у вас еще есть там плечо тысяч километров одну в другую сторону там магазины как-то изменяется по ассортименту том числе магазины видоизменяются с точки зрения присутствия на отдаленных территориях регионального ассортимента это те предпочтения покупательским вот например молочной продукции есть ряд локальных производителей на каждой территории которые которых мы там вводим потому что там эта продукция более востребована покупателям ну и также поставщики хлеба весь остальное базовый ассортимент в целом он в любом уголке нашей представленности будет идентичным а если еще вот в этой же моменте говорить сказали о том что здесь у вас допекание хлеба происходит вас всегда закрытое допекание хлеба или есть места где представлены и открытая допеками открытого допека у нас нет нигде всегда закрыто есть специальное помещение там происходит и пирок классически опять же продолжаем видеть самая простая выкладка соответственно если самая простая выкладка то мало людей сколько работает сотрудников в этом магазине но общая штатная численность сотрудников это магазине 8 человек ну и в принципе это такая средняя модельная численность для каждого из наших дискаунтер есть магазины где чуть выше штатная численность но усредненно это 8 хватает с точки зрения конфигурация магазинов здесь мы видим но относительно простой конфигурации потому что у нас есть свободный такой просто просматриваемый зал опять же с минимумом навигации навигация вся работа на на и дополнительные ценники отработаны просто на подвесах у вас есть ежедневно низкие цены от прямой что это слоган если ежедневно низкие цены при этом у вас есть акции как здесь вы отрабатываете ну вот красный ценник я вижу да в нашем случае все ценники базовые это желтый цвет акционные ценники это красный цвет много акций нет немного порядка 60 из каю мы предлагаем в промо и также у нас есть однодневные промо на товар с повышенной быстрее товар который имеет повышенную востребованность у покупателя это такие категории как куриная продукция рыба свежемороженое и там мы даем достаточно глубокую глубокие скидки об этом люди заранее знает или какой-то каталог ли что-то такого каталога нет есть информирование на входной двери о том что какое промо будет однодневная проводится ну и есть небольшое количество медиа тогда если мы говорим про частоту покупок и вообще чистота возврата покупателя кстати у вас какая-то лояльность есть именно здесь то есть просто а как вы тогда понимаете возврат покупателя или это не требуется как такая чтобы там дотягивать людей или только те кто рядом ходят они должны прийти только те кто рядом ходят у нас есть определенная направленность на радиус вокруг которого мы собираем покупателей ну и соответственно поскольку наши магазины достаточно плотно размещены по городу не в принципе на всех территориях присутствия то вот этот радиус на который мы рассчитываем нам этих покупателей достаточно сейчас проходим мимо рыбной категории который вы уже упомянули как у вас обстоят дела с продажей рыбы и вообще с получением нужного количества ассортимента рыбы знаете достаточно неплохо у нас есть прямые контракты с владивостоком где мы покупаем всю рыбу которая нам нужно но понятно что когда мы говорим о межсезонье то бывает некоторый дефицит когда путина еще не началась а старые объемы закончились но в целом нам хватает и какого-то дефицита пор и без свежемороженое мы не испытываем но при этом я могу отметить что конечно вообще рыбная категория очень рыбная категория довольно уже сложна стала потому что действительно она менее востребованно становится покупателем вы это для себя отмечаете как-то но на самом деле нет у нас эта категория растет растет от года к году но и в том числе за счет того что мы всегда проводим в этой категории достаточно хороший промо с глубокими скидками покупатели это ценят идут к нам за рыбой специально то все-таки можно найти против тренда да как интересно но что очень замечательно что мы сейчас данном случае нашли момент который против тренда и я рада это услышит на самом деле потому что очень грустно иногда понимать что очень важная категория правильный белок до который к сожалению ну вот по крайней мере где я сейчас вижу где я в основном нахожусь московской московской области да и этот момент мы уже неоднократно с коллегами обсуждали ну что ж я вижу достаточно широкий ассортимент нон-фуда который здесь представлен также наблюдаю что все по это у вас тоже какой-то отдельный выделенный момент вы расскажите как вы здесь это представляете но здесь мы представляем как внутри одной сетки с нон-фудом все по одной цене и вот такая коммуникация для удобства покупателей у нас представлена вот это все по 179 за 299 она то есть меняется цена или упаковка на на эту цена какие например еще варианты вот я вижу здесь белье там какая-то петель игрушки знаете сейчас немножко отвлечения знаете вот здесь соответственно вот это ваша курочка она находится как раз на уровне взгляда детей и ребенок который здесь уже сгулял он там чуть ли не обниматься с ним полезно так интересно очень миленькая курочка а кстати вот этой курочкой как-то коммуникация к помимо того что мы сейчас пойдем я вам покажу там есть есть такая более оживленная курочка но в принципе да детский ассортимент а это у нас это у нас промо это мы пробуем как раз новый вид изделия его коврики новинка рынка у нас третий год мы уже развиваем проект местные производители и вот в рамках этого проекта к нам в сеть заходит новый ассортимент в том числе вот эти его коврики это наша местная производственная компания новинка рынка ну и в принципе достаточно хорошо себя они уже показали за первую неделю продаж продажи превысили даже наши прогнозы по ним но мы будем продолжать ну школе у нас есть возможность немножко сделать им рекламы собирает воды ячейки прекрасно подойдет для комнатных растений для кухни в прихожую в ванной как поставки для миски лад то есть это условно порезал как-то уложил рядышком и таким образом чистоту помогает поддерживать и вот еще обратите внимание мы используем такие умные ценники как раз для новинок для того чтобы покупать с покупателем коммуникации у нас было более тесно и соответственно люди потому что не все знают вот вы например тоже не знали да что такое ибо коврик ну сушки я могу сказать что за время моей поездки в рамках ритейл экспедиции я посмотрела конечно немало интересных вещей но честно скажу сказать что прям вот как-то явно ярко увидела представленность вот каких-то нестандартных наверное нет это я могу подчеркнуть то есть все время я замечаю например там местного производителя молочки там еще что-то но в ноун фуде пожалуй первый раз так что очень замечательно вообще вот такие вот коллаборации с поставщиками сотрудничество с поставщиками они какие вы еще может быть интересные находки могли бы отметить за вот эти три года но за эти три года наверное вот если говорим о нон фуде можно вспомнить о том что местный тоже производитель кошачьих наполнителей для кошачьих туалетов такой достаточно интересный продукт потому что там производство у него было уникальное из целлюлозы да это единственный такой был продукт в своем роде но в нашей сети он хлеб соли конкретно представлен не был но мы торговали в слатье и в принципе достаточно тоже успешно я рада что есть такие сотрудничество потому что ну конечно очень часто поставщики обижаются что их незаметных таких не берут вот ну здорово когда есть возможность правильно коллаборации и правильных подходов да ну не то что сеть отвлекает замечательно давайте чуть чуть дальше алкогольный отдел вижу немножко в сопутке к ней вижу таким перекусы относительно до рядышком 5 на выходе и получается и на входе на выходе на самые наверное тяжелые товары как-то представлены вот на этой вашей выкладке да вот давайте мы сейчас немножко про технологии еще поговорим мы уже ближе к красам подходим классический да то есть чтобы все взвесить можно перепроверить да все есть обязательно у нас на этой в этом магазине две кассы на выходе плюс касса самообслуживания вы решили в рамках дискаунтера ставить касса сам сам самообслуживая почему да мы решили попробовать и здесь кассы самообслуживания но в том числе для того чтобы дать возможность нашим покупателям кто торопится побыстрее проходить через кассовый узел потому что все таки бывают у нас здесь очереди небольшие ну и в том числе как новые технологии как тоже возможности для снижения сдержек в будущем мы тестируем кассы самообслуживания как первый отклик или это не первое сколько время это первое это первая касса да пока мы достаточно здесь видите магазин возле офиса соответственно здесь такая публика у нас не совсем стандартная но мы видим что практически 30 процентов чеков уже проходит через кассу самообслуживания здесь то есть опыт достаточно позитивный я думаю что мы его будем впоследствии транслировать на другие магазины ну чтож можно обозначить из кажется почему бы и нет если есть востребованная технология если она позволяет таким образом продолжать уменьшать количество персонала работающие на точке или освобождать тех некоторых операций которые может уже сам покупатель выполнить и она востребована это замечательно ну и к слову сказать что это наша внутренняя разработка наших айти-специалистов соответственно по цене на абсолютно сопоставима со стандартным кассовым узлом поэтому ничего нам не мешает использовать данные технологии некоторые технологии здорово дешевеет это замечательно и почему вы сейчас этим не пользуются мы сейчас посмотрели магазин татьяна спасибо большое но в завершении уже такого обхода как и вот 260 282 282 магазина уже сейчас сети какие планы по дальнейшему развитию какие магазины сколько еще планируется в перспективе там зная года стратегия развития она принимается в общем-то советом директоров вот как раз сейчас до наступления этапа бюджетирования такие решения на будущий год будут приняты но если говорить о том что мы планируем в эти стратегические альянса x5 retail group то соответственно здесь могут быть какие-то другие решения в ближайшее время спасибо большое ну что ж еще один магазин в рамках ретель экспедиции мы посмотрели понятный дискаунтер другой несколько потому что я уже посмотрела на протяжении моей поездки несколько магазинов понимаю что каждый вот эти вопросы которые они себе задают и ответы находят по-своему вот ну и очень сильно заметно что магазин востребован постоянно белье вижу заходящих людей при этом время 12 часов активно причем понедельник 12 часов ну что ж мы идем дальше у нас еще будет разговор про другие сети в рамках иркутска а здесь мы заканчиваем коллеги мы продолжаем говорить татьяна петраченко операционным директором формата хлеб соль мы уже чуть-чуть посмотрели статья на магазин один из 282 которые сейчас сетей хлеб соль сейчас мы поговорим немножко на такие темы которые всегда волнуют при создании того или иного формата при при развитии того иного формата да и конечно же мы там достаточно немного поговорили про покупателя но все же проект уже восемь лет как изменился ваш ключевой покупатель особенно с последним временем когда то у нас одно то у нас другое в кризисах стране но наш покупатель это человек который прежде всего бережно относится к своему бюджету и если говорить о половозрастной структуре покупателя то это женщина 55 плюс ядро нашей аудитории ну а если говорить о том как меняется наш покупатель то наверное в последние годы мы отмечаем то что средний возраст нашего покупателя чуть молодеет но также мы видим что покупатель становится более требовательным качеству сервиса предоставляемая в наших магазинах несмотря на то что мы дискаунтер покупатели говорят нам о том что они ожидают от нас лучшего сервиса но при этом когда в одном магазине состав там 8 человек персонала то добавить вот этих сервисов вы можете только причем чего технологий как ну конечно мы постоянно думаем о том как же нам все таки соответствовать вот этим потребностям которые заявляет наш покупатель и в том числе мы думаем о том как нам сократить количество времени прибываемого на кассовом узле поэтому в том числе мы тестируем сейчас технологии связанные с кассовым самообслуживанием здесь на самом деле знаете основной треугольный камень а именно покупатель вроде как хочет дополнительный сервис но платить за него не готова потому что как только мы видим цены и как только мы видим хотя бы чуть-чуть повышение цены я думаю что ваша покупатель на это реагирует максимально делая конечно татьяна вас должность операционный директор а могли бы вот здесь в рамках нашего такого мини интервью обозначить вот ваша ключевая задача как операционного директора что именно вы делаете почему без должности операционного директора сеть сложно представить моя ключевая задача как операционного директора это добиться того чтобы все бизнес-процессы на магазинах работали в соответствии с нашими процедурами чтобы обеспечивала единообразие формата всего и в принципе в этом наша функция все процессы связанные с движением товара от входа в магазин до выхода все процессы связанные с выкладкой товара и так дальше и так дальше улыбкой улыбкой что касается вот количество операций которые должен знать ваш ваш сотрудник это можно назвать он не знаю там список которые они как бы изучает для того чтобы соответствовать да конечно наши сотрудники проходят обучение на базе корпоративного университета подразделения внутри нашей организации которые занимаются непосредственно обучением адаптации персонала ну и если говорить о количестве операций то мы тоже замеряли порядка 68 операций то те операции которые выполняют у нас линейный персонал есть населенные пункты типа иркутск да где вас много есть населенный пункт где вас может быть немного вот там может ли наблюдать какое-то отличие и в соответствиях стандартам вообще никакого отличия стандартах относительно разницы удаленности от иркутска его нет конечно бывают какие-то моменты связанные с тем что на удаленных территориях присутствует некоторая вариативность но мы с этим работаем у нас есть штат сотрудников которые присутствуют практически постоянно на магазинах соответственно эти отклонения бывают очень редко и мы с ними быстро справляемся если продолжать про вот это опять отличие все-таки тысяча туда тысяча обратно все-таки в сумме это 2000 километров между самыми крайними объектами а если у вас какие-то населенные пункты в котором кроме вашего магазина вот из сетевого формата больше никого нет да такие населенные пункты есть и в общем то действительно в небольших населенных пунктах мы являемся единственными представителями современной торговли и там конечно покупатель с радостью нас вообще принимает и несмотря на то что мы дискаунтеры но вот для таких конкретно территории покупатели нас воспринимают как супермаркет но это на самом деле особенно любопытно наблюдать средней полосы россии до когда я в прошлом году столкнулась с маленьким селом в котором находится самая новая пятерочка я была вообще там она и в москве то московской области они выглядят на достаточно нарядные такие очень в рамках маленького села это выглядело еще каким-то там глобус гурме такого формата и я представляю что ваши яркие магазины с определенным видом уже не выглядит иначе на фоне людей касаемо дальше уже не некоторые моменты которые мы не затронули если вы сказали что есть локации в которых кроме вас никого но связи с и крупных игроков вообще в целом как и сейчас оценивать рынок в рынок с точки зрения конкуренции вот вашем регионе присутствие с кем приходится конкурировать в нашем регионе присутствием и естественно в первую очередь конкурируем с форматами которые также направлены на предоставление покупателям товара по низким ценам это такие игроки как абсолют хороший дискаунтер но нельзя говорить о том что у нас какая-то прямая конкуренция потому что все-таки наш формат он относится к категории мягких дискаунтеров так называемых и мы больше считаем себя магазином у дома тогда как например светофор это совсем другой формат хотя тоже предоставляет покупателям низкие цены поэтому конкуренция да есть присутствует но мы успешно с ней справляемся на текущий момент и мы видим что наш формат неизменно растет от года в году растет как по количеству покупателей так в общем товарооборот поэтому конкуренция пока позволяет нам это возвращаясь покупатели заметили ли вы перетекание и появление новой аудитории но вот мы сейчас с вами находясь в вашем магазине заметили что там есть но явно мамы с детьми то есть при этом в этом 55 плюс говорите да это ядро да 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 вот в других местах не уже говорили о том что они явно замечают перетекание из формата супермаркет формат дискаунтер как вы можете сейчас по чекам по какому-то другому наполнению чеков определить что да к вам пошел новый другой покупатель но мы на самом деле проводим ежегодные исследования до наших покупателей эти исследования дают нам такую пищу для размышлений для дальнейших действий вот буквально недавно мы получили последнее исследование где действительно можно говорить о том что некоторое перетекание оно началось потому что появились покупатели которые действительно как мы сегодня уже обсуждали приходя в дискаунтер хотят видеть сервис на уровне супермаркета видно что такая тенденция началась но пока не явно и невозможно там отцифровать в каких-то количественных показателях будем дальше наблюдать касаемо слагаемых успеха низкой цены из чего собирается вот эта возможность получения максимально интересной цены для покупателя на чем явно экономите или там как достигаете чтобы такая цена была на полке в первую очередь это конечно же издержки низкие операционные затраты это чуть больше экономии на количестве штата как мы уже сегодня тоже обсуждали ну и в целом мы стараемся в рамках коммерческих контрактов тоже получать сразу на входе и dlp цены что позволяет нам общем-то держать на полках цену ниже в среднем по рынку на 10 процентов а если говорить про соц корзину то есть у нас до 25 процентов цена отличается в меньшую сторону от наших коллег например для того чтобы обеспечить необходимый уровень цены по борщевой группе мы законтрактовали как раз же местного производителя и сделали закладку по данной категории товара которая позволила нам в период скачка образного роста цен иметь лучшую цену на полке и эту цену транслировать для наших покупателей но у вас вообще особенно регион я смотрю по поводу вот таких вот для нас привычных продуктов касаемо там на этом тех же яблок которые мы обсуждали да я действительно удивлена была что здесь нет местного яблока да то есть у нас а ну вот откуда-то везется по-любому вот ну тем важнее вам как крупным игрокам местного уровня до реализовывать какие такие совместные проекты с местными производителями да и одна из стратегий которая всегда у дискантеров присутствует это работа со стм как у вас построена работа собственно торговой маркой есть ли она насколько широка эта группа под давайте об этом поговорим конечно в нашей сети представлены стм стм мы развивали также самого основания формата на текущий момент у нас в линейке присутствуют как к зонтичные бренды так и наш бренд это логотип наш курочка хлеб соль до который представлен первой цене если говорить об объеме стм в принципе по ассортиментной матрицы то здесь у нас в количестве ассортиментных позиций до 13 процентов на текущий момент и в товарообороте уже к 15 процентов приближается причем есть такие топовые позиции как например для нас неожиданно было что водка стм у нас вышла в лидеры продаж и ты уже держится достаточно длительное время как интересный курочка пошла интересно как вы решаете какие категории товары добавлять число собственной марки на самом деле мы добавляем во всех категориях у нас есть работа по направлению как драй так и фреша в лака с локальными производителями мы тоже активно сотрудничаем и в принципе у нас нет каких-то ограничений на то в какой категории мы развиваем стм и мы его везде развиваем понятно что и для покупателя и для сети это несет определенные плюсы кажется пожалуйста а вот вот сейчас когда мы гуляли по магазину я такого такого явно выраженного что это вот прям ваше стм там лишь что я не увидела при этом я понимаю что другие дискаунтеры которые сейчас активно заходят на рынок они для себя ставлю они прямо очень четко выделяют что это вот это заметно это ваша такая стратегия там особо не выпячиваете свой стм или как вы можете это обозначить отдельной стратегии выделения на полке товара стм у нас нет но есть маркетинговая стратегия которая позволяет поддерживать интерес покупателя к этой категории товара спасибо большое касаемо вот знаете такой вопрос немножко что важнее для покупателя качество или цена хороший вопрос но конечно для нашего покупателя первостепенное значение имеет цена но и качество это тоже такой некий гигиенический фактор как для покупателя так и для нас ну что еще восемь лет назад когда мы формировали первый базовый ассортимент мы для себя приняли такое правило внутри что на полку в хлеб-соль попадает исключительно качественный товар и нам не стыдно ни за одну позицию которая представлена в нашем ассортименте несмотря на то что иногда мы встречаемся с мнением что дискаунтер это товар это ассортимент некачественный равно кто-то это равняет в нашем понимании мы достаточно большое внимание уделяем вопросам качества товара татьяна у вас на сайте написано что тут только товары на каждый день вы вы не купите спонтанно товар вот неужели совсем нет некого вас вашей стороны как бы такого расчета на то что ваш покупатель придется спонтанно убит тот товар который изначально не предполагал купить знаете наверно на сайте прежде всего мы пишем о базовом ассортименте вообще мы с вами сегодня были в магазине и показывали вам в том числе что импульсные покупки тоже присутствует но понятно что основной основной как бы база нашего ассортимента это количество ответов 12 как мы тоже сегодня уже обсуждали но и небольшая часть импульсных покупок она присутствует если говорить про технологии от еще мы сегодня уже увидели что есть есть коса самообслуживания какие еще технологии вы предполагаете использовать и развивать это и тис тестировать и потом раскатывать в других магазинах ну просто скажем так поделитесь некоторыми идеями о которых мечтается или уже внедряется но мы только закончили стадию завершения нашего нового программного продукта для как раз работы магазинов мы перешли в конце двадцать первого года на симфонии сейчас полная откатка завершена надо сказать что это такой для нас тоже шаг в сторону повышения технологичности поскольку за счет внедрения данного программного продукта наши сотрудники на магазинах получили такой новый инструмент который позволяет достаточно просто быстро управлять процессами товародвижения на магазине но и для нас тоже это дало такое достаточно хороший плюс который выражается в том что сейчас нам легче обучать сотрудников потому что ранее у нас были достаточно сложные программы системы которым приходилось обладевать нашим управленцем сейчас это достаточно простое решение все в тсд все просто легко и быстро это не единственное решение так тоже там скидку мы с этого года запустили операционные аудиты с мд-аудит это ваш партнер да но тоже очень довольны на текущий момент этим решением но это не единственный проект в принципе мы всегда находимся в поиске и стараемся быть в тренде и следить за теми технологиями которые появляются и в ритейле но и тестируем у себя тоже много чего но знаете когда с дискантеры это тот формат где технологии максимально должны быть в помощи персоналу до ровно потому что там ручным управлением управляться будет очень тяжело и первую очередь дорого так что татьяна спасибо большое за ответ мы поговорили еще об одном формате дискаунтера и не будем наблюдать как компания будет развивать дальше данное направление спасибо всем кто сейчас смотрел ну у нас далее видео готовится из других форматов из других городов